Я всегда с большим скептицизмом относился к ягодам Годжи, как собственно и ко всем другим широко рекламируемым в интернете панацеям. Однако, научные исследования последних нескольких лет кардинально изменили мое отношение к ягодам Годжи. И теперь я считаю, что это весьма и весьма полезный и важный для каждого продукт. И сегодня я расскажу вам о новейших научных исследованиях, которые показали огромную, я не преувеличиваю, огромную пользу ягод Годжи для здоровья зрения. Вы узнаете о том, как употреблять ягоды Годжи для того, чтобы повысить остроту ума, улучшить сон и способность организма противостоять стрессу. Я расскажу о исследованиях, которые показали, что ягоды Годжи действительно способны снижать вес. И вы узнаете, сколько именно нужно есть Годжи для этого. Я расскажу вам о секрете полезности Годжи, который раскрыла наука. И мы сравним Годжи с другими сушеными ягодками. И также вы узнаете о том вреде, который могут наносить ягоды Годжи некоторым, далеко не каждому, но некоторым людям. Также мы разберемся с вами в том, какие ягоды Годжи полезнее, красные или черные. И узнаем цену вопроса. То есть, сколько стоит одна лечебная доза Годжи. И сколько времени нужно Годжи употреблять для того, чтобы получить все перечисленные полезные эффекты для здоровья. Здравствуйте! С вами Макс Погорелый. Программа «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании. Поехали! Как всегда, отделять мух от котлет мы с вами будем используя исключительно результаты научных исследований. Сегодня их два десятка. Номер каждого исследования будет стоять на соответствующем слайде. А список всех научных исследований вы найдете по специальной ссылке в самом-самом конце описания к этому видео. Как я уже вам сказал, я очень много лет крайне скептично относился к ягодам Годжи. И мой скептицизм на то время имел основание. И во в том, что тогдашние научные исследования говорили о том, что популярность ягод Годжи – это не более чем последствия очень удачно разработанной маркетинговой стратегии. Что подавляющее большинство исследований о пользе Годжи были сделаны в Китае, опубликованы на китайском языке. И поэтому проверить достоверность этих исследований было весьма сложно. И при этом подавляющее большинство ягод Годжи на рынок – 95 тысяч тонн – поставлял, вы уже догадались, именно Китай. И поэтому моя уверенность в том, что Годжи этого фуфламицин много лет ничем не опровергалась. Однако за последние несколько лет произошла буквально революция и было опубликовано три громадных мета-исследования, которые показали реальную пользу Годжи. Что такое мета-исследование? Это исследование, в котором ученые собирают несколько десятков, а иногда и сотен различных исследований. Проверяют эти исследования на предвзятость прежде всего, то есть не проплачены ли они, на достоверность, то есть на правильность проведения этих исследований и на повторяемость результатов. То есть похожие ли результаты одних исследований на результаты других исследований и затем сравнивают результаты этих исследований и выводят нечто среднее. Минусы, плюсы и получается какая-то средняя температура по больнице, которая уже и говорит о неком научном консенсусе относительно пользы или вреда, в данном случае какого-либо пищевого продукта для здоровья людей по определенному параметру Эти три громадных метаисследования, последние из которых было сделано в этом 2022 году, объединили результаты именно западных исследований о ягодах Годжи и они весьма-весьма впечатляющие И наше знакомство с новейшими исследованиями об одном из весьма древних лекарственных средств мы начнем со зрения Знакомьтесь, так видят мир люди с дегенерацией макулы, той части глаза, которая ответственна за передачу зрительных импульсов из глаза в мозг А вот так видят мир люди с катарактой, помутнением хрусталика, это конечно гораздо менее театрально, чем зрение людей с дегенерацией макулы, но тем не менее, не менее неприятно И если вы наивно думаете, что возрастная дегенерация макулы или катаракта это не про вас, то вы очень ошибаетесь, потому что к 75 годам каждый четвертый человек может иметь дегенерацию макулы и каждый второй уже может иметь катаракту И подробнее о том, как противостоять этим двум главным причинам слепоты в мире, я рассказываю в моем видео 20 продуктов, разрушающих и сохраняющих ваше зрение И в этом видео особый упор я делаю на каротиноид, который помогает защищать наши глаза от катаракты и от возрастной дегенерации макула Зовут его зеоксантин Зеоксантин вместе с его братом-близнецом-глютеином как раз и накапливается в макуле, так называемом желтом пятне И защищает эту самую макулу от дегенерации, то есть от разрушения, от того, что она не может выполнять свои функции и в результате люди видят мир вот таким вот причудливым образом Чем больше лютеина из зеоксантина в пищи, тем больше их в крови и тем больше их в макуле и соответственно, тем более защищена макула от вредного воздействия синего света и свободных радикалов, которые ее разрушают И для того, чтобы оценить защищенность нашего глаза от разрушения и преждевременного старения, а нас от слепоты, ученые измеряют так называемую плотность макулярного пигмента, то есть количество лютеина и зеоксантина в макуле Как эта вся безмерно полезная и интересная информация связана с Годжи? Да напрямую В моем видео о 20 продуктах, которые могут разрушать ваше зрение или спасать его, я рассказываю о том, что в нашей пище категорически не хватает зеоксантина Потому что присутствует в значительных количествах он всего-навсего в нескольких пищевых продуктах И поэтому у большинства людей зеоксантина в макуле кот наплакал И я крайне благодарен спонсору нашего канала и этого видео, в частности Владимиру из Москвы за то, что он подтолкнул меня к съемкам видео о ягодах Годжи Иначе я никогда не нашел бы исследований, которые показали, что ягоды Годжи являются наиболее существенным и ценным поставщиком зеоксантина в наш рацион Ни один другой продукт не способен дать его столько, как ягоды Годжи и в такой легко усвояемой форме В этом исследовании люди употребляли всего-навсего 15 граммов сушеных ягод Годжи в день в течение одного месяца 28 дней И что оказалось, за это время количество зеоксантина у них в крови повысилось в целых 2,5 раза Ни один продукт на это не способен Однако главным критерием того, работает ли зеоксантин, является острота зрения и повышается ли она при употреблении ягод Годжи Да, повышается и ученые доказали это, давая всего-навсего по 10 граммов сушеных ягод Годжи в виде гранул В течение одного года людям с пигментным ринитом и у них существенно увеличилась острота зрения Причем, как оказалось, ягоды Годжи действительно способны увеличивать уровень лютеина и зеоксантина в крови В отличии от аптечных препаратов И это доказало третье исследование, в котором людям давали по 28 граммов ягод Годжи в течение 90 дней И уровень зеоксантина в крови у них существенно увеличился А у контрольной группы, которая получала такие же, как в ягодах Годжи, количество лютеина и зеоксантина, но в химической форме Не показало этого улучшения И секрет здесь в том, что в ягодах Годжи, и это единственный растительный продукт, который обладает такой способностью Зеоксантин находится в особой этерифицированной форме, которая в несколько раз повышает его усвояемость нашим организмам И если я сегодня не порадую вас известием о том, что Годжи является лекарством от старости, как рассказывают нам инфо-цыгане То я точно могу порадовать вас тем, что употребление ягод Годжи является лекарством от старения наших глаз и старческих болезней зрения Поэтому, если у вас есть любые болезни зрения или у вас есть риски болезни зрения в связи с вашей наследственностью Будь то близорукость, возрастная макулярная дегенерация, катаракта, глаукома и другие Все эти болезни, как я показываю в моем видео о 20 продуктах, которые калечат и лечат ваше зрение Все эти болезни гораздо меньше проявляются или идут на попятны, как только вы добавляете в пищу достаточное количество зиоксантина Каким же образом правильно употреблять ягоды Годжи для того, чтобы получить максимум пользы в виде зиоксантина из них? На этот вопрос ученые тоже ответили и он весьма неожиданен Ученые гомогенизировали ягоды Годжи, то есть делали молочный смузи из ягод Годжи в обычном обезжиренном молоке И для одних людей этот молочный смузи из Годжи готовился при температуре 80 градусов Цельсия на обезжиренном молоке Для других на таком же обезжиренном молоке он делался при температуре 40 градусов Цельсия И для третьих он готовился на обычной воде при температуре 80 градусов Цельсия И что же оказалось? Горячее молоко 80 градусов Цельсия в три раза повышало биодоступность диоксантина по сравнению с прохладным молоком и с горячей водой. Поэтому первый наш рецепт. Если ваша задача улучшить ваше зрение, то употребляйте от 10 до 20 граммов сушеных ягод Годжи. Взбивайте их в блендере с горячим молоком или нагревайте эту смесь потом до температуры 80 градусов и употребляйте ежедневно в течение нескольких месяцев. Затем можно сделать перерыв и ваше зрение скажет вам спасибо. Вторым, как для меня по важности параметрам, на которые следует обратить внимание в связи с ягодами Годжи, является их способность несколько повышать иммунитет. А на повышение желания Ютуба увеличивать количество показов любого видео влияют ваши лайки и подписки и дележки этими видео с друзьями. Поэтому если вы считаете, что это видео вам уже полезно и может быть полезно вашим друзьям, то нажимайте на кнопочку отлайкать и делитесь этим видео с друзьями. И подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить другие полезные видео, а у нас каждую неделю появляется что-то вкусненькое. А помимо видео я еще пишу какие-нибудь интересные статьи, которые размещаю на моем телеграм-канале. Адрес его увидите сейчас на экране. Подписывайтесь, не пожалеете, там всегда много интересного. Итак, спасибо вам за поддержку, а мы переходим к поддержке вашего иммунитета ягодами Годжи. И начнем мы с вами снова чуточку издалека. Знакомьтесь, иммуноглобулины класса ЧИ. Это наиболее важные из всех антител организма. Они составляют 75% из всех иммуноглобулинов нашего организма. И занимаются они тем, что связывают ручки у вирусов, бактерий, белков. А также они способны детоксифицировать, связывать различного рода токсины. То есть иммуноглобулины класса ЧИ играют решающую роль в защите нашего организма от широчайшего спектра инфекций и от интоксикаций. И как вы уже понимаете, ягоды Годжи способны увеличивать количество иммуноглобулинов класса ЧИ в нашей крови. Чтобы доказать это, ученые давали 120 миллилитров стандартизированного напитка из ягод Годжи людям в течение 30 дней. А контрольной группе давали просто сладенький напиток, который напоминал этот напиток из ягод Годжи. И когда ученые сравнили результаты, то оказалось, что у людей, которые принимали напиток из ягод Годжи, количество иммуноглобулинов класса ЧИ и лимфоцитов, белых кровяных телец, которые защищают наш организм от инфекций, существенно увеличилось. А у контрольной группы осталось прежним. Кстати, этот таинственный стандартизированный напиток из ягод Годжи ученые используют в большинстве исследований. Теперь это золотой стандарт исследований ягод Годжи. И о том, каким образом приготовить его самому, сколько для этого нужно сухих ягод Годжи, я расскажу в самом конце этого видео. А мы, сделав совершенно обоснованный вывод о том, что ягоды Годжи способны повышать наш иммунитет, переходим к следующему номеру нашего парализонского балета, а именно о влиянии употребления ягод Годжи на наш мозг, сон, настроение и способность противостоять стрессу. Когда вы узнаете, как ягоды Годжи влияют на ваш мозг, вы уже не сможете думать ни о чем другом. Ученые давали те же 120 мл стандартизированного напитка из ягод Годжи в течение 30 дней одной группе людей и не давали другой. И что же оказалось? У той группы людей, которая получала напиток ягод Годжи, существенно улучшился сон, уменьшилась утомляемость и повысилась острота ума и кратковременная память. Ну а контрольная группа, которая получала плацебо, то есть обычный фруктовый сок, пустышку не показала никаких положительных изменений. И это положительное влияние ягод Годжи подтвердило и метаисследование, которое объединило результаты трех больших исследований, которое показало, что употребление опять же с того же стандартизированного напитка из ягод Годжи улучшает сон, снижает усталость и повышает общее состояние здоровья у пожилых людей. Поэтому делаем обоснованный вывод о том, что употребление ягод Годжи поможет нам быть бодрее, веселее, спать лучше и думать быстрее. И это же метаисследование показало, что помимо улучшения сна, общего состояния здоровья и снижения усталости, у участников эксперимента повысилась острота ума, сосредоточенность на той деятельности, которую они делают, улучшилось кровообращение, снизились депрессия, стресс и отдышка. И я не зря говорил вам в самом начале о том, что я очень люблю метаисследования, поскольку они также и оценивают повторяемость результата. И еще одно метаисследование показало, что употребление ягод Годжи в той самой форме стандартизированного напитка повышало ощущение счастья, увеличивало эффективность работы ума, увеличивало спокойствие, способность людей противостоять стрессу, а также улучшало работу кишечника. Как уже хорошо знают постоянные слушатели моего канала, я чаще развеиваю стоявшиеся мифы и сшибаю с пьедесталов широко разрекламированные БАДы. Но сегодня я выступаю в абсолютно несвойственной для меня роли, неся только хорошие новости. И следующей хорошей новостью для нас будет способность ягод Годжи снижать вес. Как уже знают мои постоянные слушатели, мой канал это канал для людей критически мыслящий. И я призываю вас, моих слушателей, всегда и во всем искать лажу. И вот лажа следующей минуты этого видео состоит в том, что я, как каждый из блогеров, даю вам сладкую вкусную наживку для того, чтобы вы проглотили маленький крючочек моей рекламы. Уж простите, но сейчас для вас начнется пятиминутка, вернее пятисекундка ненависти, а для меня пятисекундка самолюбования, поскольку моя реклама это всегда самореклама. И начну я мой апофеоз самовосхваления с того, что я не очень плохой человек, поскольку я не просто хвалю себя, но и хвалю моего спонсора, спонсора этого видео и постоянного спонсора нашего канала, который поддерживает нас на постоянной основе. Это Владимир из Москвы, который пожелал остаться в полуинкомнице, который заинтересовал меня ягодами Годжи и сладкие плоды этой заинтересованности вы сейчас и пожинаете. И вы тоже можете помочь сотням, тысячам людей становиться здоровее, заказав ту тему видео, которая интересует вас, и с большой вероятностью эта тема окажется столь же интересной, как эти темы, которые я снимал по заказу Владимира. Для заказа темы видео пишите мне по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране. Ну а если вы хотите просто помочь самому себе, то вы можете заказать любой из пошаговых курсов самоучителей и узнать, как правильно питаться здоровым людям для того, чтобы становиться еще здоровее, энергичнее и сохранить молодость. Или сбросить вес, или увеличить иммунитет, или побороться с аллергиями. И кроме этого, если у вас есть любого рода болезни или проблемы, которые не входят в круг тех тем, которые охватывают мои пошаговые курсы, вы можете заказать у меня специализированный лечебный рацион, который поможет вам избавиться от десятков различных болезней, просто изменив ваше питание. Вся информация о том, как связаться со мною, о моих курсах, о моих сбалансированных рационах и множестве других полезных вещей, которые вы можете получить у меня на сайте и на канале, вы найдете в описании к этому видео. Ну что ж, рекламная пауза была достаточно длинной для того, чтобы вы успели сгонять в холодильник и вернуться как раз к началу моего рассказа о том, сколько нужно съедать ягод Годжи для того, чтобы снизить вес. А для этого нужно всего-навсего 3 недели и 120 мл того же стандартизированного напитка из ягод Годжи. Ученые давали участникам исследования 120, 60 и 30 мл этого чудодействованного напитка и оказалось, что через 2 недели объем талии уменьшился на 5,5 см на секундочку у группы людей, которая употребляла 120 мл Годжинного напитка. Ягоды Годжи способны превращать ваши талии в осиные и снижать вес, потому что они увеличивают интенсивность обмена веществ и это параллельно также еще и увеличивает вашу энергичность, поскольку вы производите внутри себя больше энергии, которую нужно потратить. Однако для того, чтобы почувствовать этот прекрасный эффект, нужно принимать ягоды Годжи как минимум 14 дней, потому что, как показало другое исследование, однократный прием ягод Годжи никоим образом на ваш обмен веществ не влияет. Однако в чем же состоит секрет именно ягод Годжи? Нельзя ли их заменить какими-нибудь другими красненькими или там черненькими или синенькими сушеными ягодками? Может быть результат будет точно таким же? Ученые, понятное дело, тоже задались этим вопросом и получили вполне ожиданный ответ. Секретом эффективности ягод Годжи является высокое количество антиоксидантов, то есть тех веществ, которые способны нейтрализовать вреднейшие свободные радикалы, которые, кстати, и разрушают наше зрение в частности. И употребление тех же самых 120 мл стандартизированного напитка ягод Годжи существенно повышало антиоксидантный потенциал крови у добровольцев. И это увеличение антиоксидантной способности крови проявлялось в снижении количества малонового альдегида. Это вещество, увеличение которого говорит о повышении риска ишемической болезни сердца. Это главная причина смертности людей в цивилизованном мире и инфаркта миокарда. Однако, может быть, и другие ягоды обладают тоже замечательной способностью повышать уровень антиоксидантной защиты крови. В принципе, любые ягоды работают точно так же. Но для меня лично оказалось абсолютной неожиданностью то, что именно ягоды Годжи имеют наивысшую антиоксидантную активность среди наиболее антиоксидантно активных ягод. В эту табличку я собрал результаты двух различных исследований для того, чтобы сравнить антиоксидантную активность разных ягод по двум основным параметрам. И оказалось, что только сушеная жимолость хоть как-либо ощутимо близко приближается к ягодам Годжи, а все остальные ягоды по сравнению с ягодами Годжи даже стыдно класть на один прилавок. Наиболее впечатляющее это показано в другом исследовании, где вы графически можете видеть, насколько большей антиоксидантной способностью обладают ягоды Годжи по сравнению с клюквой и черным изюмом. Можем ли мы на основании того, что ягоды Годжи являются мощным антиоксидантом, заключить, что ягоды Годжи помогают от рака, как об этом твердят различные продавцы ягод Годжи и всякого рода инфо-цыгань? Никоим образом нет. Я не зря ожидал того, когда появятся действительно качественные научные исследования, которые доказывают то, каким образом именно употребление каких-то доступных человеческих количеств ягод Годжи влияет на различные параметры здоровья. И до сих пор нет ни одного исследования, в котором употребление непосредственно ягод Годжи, несмотря на то, что они являются мощными антиоксидантами, каким-либо образом влияло бы на самочувствие больных раком. Это не значит, что больным раком или больным другими заболеваниями не стоит употреблять ягоды Годжи. Просто не стоит вкладывать ложные надежды в то, что не помогает вам 100%. И точно так же серьезная наука до сих пор не знает того, могут ли ягоды Годжи помогать при других заболеваниях, поскольку нет таких исследований, которые доказывали бы способность ягод Годжи лечить весь тот широчайший спектр болезней, которые им приписывают. Но на самом деле и того, что я уже назвал, в принципе достаточно, чтобы употреблять ягоды Годжи. Однако необходимо знать противопоказания и знать о том вреде, который некоторым людям могут нанести ягоды Годжи. И о нем я расскажу вам в этом видео тоже. Но перед тем, как перейти к вреду, давайте сначала подсуммируем положительные стороны. И они действительно впечатляют. Как отмечают исследования, 78% всех исследований о ягодах Годжи показали их полезность для здоровья. Но все эти полезные свойства, к сожалению, являются все-таки достаточно средненькими. И очень многие другие полезные продукты способны давать тот же самый или даже больший эффект, кроме эффекта повышения уровня зиаксантина, который защищает ваши глаза от возрастных болезней зрения. Но для того, чтобы радостно воскликнуть «хорошие сапоги надо брать!» нам нужно для начала еще будет определиться с вами в цене вопроса. А именно в том, сколько сушеных ягод Годжи используется для приготовления 120 миллилитров стандартизированного сакраментального напитка из ягод Годжи. Вдруг это окажется безумно дорого. А, собственно говоря, польза любого продукта заключается в эквивалентности вложения денег и того эффекта, который вы можете из этого продукта получить. И, конечно же, тех побочных эффектов, которые полезное количество продукта оказывают. Поэтому для начала мы с вами обсудим возможный вред. И тут я снова, уж простите меня, буду человеком, который несет вам благую весть. Дело в том, что отрицательных побочных эффектов у Годжи очень мало. У некоторых людей, а это всего-навсего около 6% всего населения, Годжи могут вызывать аллергию. И особенно часто аллергия к ягодам Годжи может проявляться у людей, у которых уже есть аллергия к табаку, помидорам, орехам и пыльце полыни. По большому счету 6% людей, это не так мало, это каждый 15-й человек может теоретически иметь аллергию к ягодам Годжи. Но некоторые люди могут давать крайне отрицательные побочные эффекты, и таких людей на самом деле единицы. Но я обязан вам рассказать об этих неприятных побочных эффектах. В науке описано два случая токсического воздействия ягод Годжи на печень. Первый случай это женщина 60 лет, которая пила чай из Годжи 3 раза в день в течение 10 дней для того, чтобы защититься от ковида. И через 10 дней такого лечения у нее появилась дикая слабость, понос, колики в животе, ее обсыпало и появилась желтуха. У нее также повысились ферменты печени и общий билирубин, что говорит о токсическом гипотозе, то есть повреждении печени токсинами. После отмены ягод Годжи эти все эффекты через несколько недель исчезли. Второй описанный в медицинской литературе случай это 24-летняя пациентка, которая просто ела ягоды Годжи и через несколько дней у нее появились боли в животе, понос, рвота, желтуха. У нее тоже повысились ферменты печени и уровень билирубина. Ей был поставлен диагноз токсический гепатит, вызванный употреблением ягод Годжи. После отмены ягод Годжи за неделю у нее все эти болезненные симптомы исчезли. Другой тип побочной реакции был описан в одном медицинском исследовании, которое рассказало о мужчине 53-х лет, который принимал ягоды Годжи в течение 5 месяцев и у него возникла фотосенсибилизация, то есть повышенная чувствительность глаз и кожи к солнечному свету. После отмены ягод Годжи все эти эффекты исчезли. Значит ли это, что подобная реакция может появиться и у вас? Чисто теоретически она может появиться у абсолютно любого человека и вы должны понимать, что если вы начали принимать ягоды Годжи и у вас возникли любые отрицательные эффекты, нужно немедленно прекратить прием этих ягод. Но описание этих побочных эффектов в медицинской литературе как раз и дает нам понимание того, как правильно начинать принимать ягоды Годжи. Сначала нужно попробовать есть буквально одну или две ягодки и посмотреть, не будет ли у вас какой-либо аллергической реакции. Если ее нет, то можно постепенно увеличить количество ягод до той дозы, которую вы выберете, а о дозах мы с вами поговорим чуточку позже, и затем принимать ягоды Годжи. И если у вас, не дай бог, возникли любые, любые абсолютно неприятные симптомы, нужно немедленно прекратить прием ягод Годжи и посмотреть, если неприятные симптомы исчезли, то причиной их, скорее всего, являются ягоды Годжи, и вам прием этого БАДа категорически противопоказан. Увы и ах! Помимо аллергии, токсического гепатита и фотосенсибилизации, ягоды Годжи могут еще взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, усиливать действие варфарина. Это антикоагулянт, то есть вещество, которое, условно говоря, разжижает кровь. И если вы употребляете варфарин, то пить, принимать ягоды Годжи вам категорически противопоказаны, поскольку вы можете в этом случае столкнуться с очень серьезными кровотечениями. И также в медицинской литературе описано взаимодействие ягод Годжи с флекоинидином. Это антиаритмический препарат. Пока никаких других описанных в литературе случаев взаимодействия ягод Годжи с лекарствами не описано, будем надеяться, что больше и не появится. И перед тем, как перейти к цене вопроса, мы еще с вами должны определиться в виде товара. Дело в том, что ягоды Годжи бывают двух видов. Красные и черные. Красная Годжи – эмблема печали, черная Годжи – эмблема любви или наоборот, неважно. Нас интересует вопрос о том, какие из ягод Годжи действительно полезнее. Если мы для получения информации решим с вами ненароком порыться в интернете, а не в научных исследованиях, то обнаружим невероятное количество совершенно несусветной чуши о черных ягодах Годжи. Например, на одном кретиническом сайте утверждается, что 100 граммов черных ягод Годжи равны по своей эффективности 1 килограмму красных ягод Годжи. И это абсолютная ложь. Но правда состоит в том, что действительно черные ягоды Годжи с одной стороны полезнее, а с другой – нет. Поэтому для того, чтобы выбрать те сапоги, которые надо брать, необходимо определиться с тем, для чего вам конкретнее необходимы эти сапоги. А дело в том, что черные и красные ягоды Годжи содержат совершенно полярно различное количество двух основных полезностей Годжи. Черные ягоды Годжи, как показали исследования, содержат приблизительно в 10 раз больше антиоксидантов, чем ягоды красные. Антиоксиданты нам нужны для бодрости, похудения, увеличения остроты ума, повышения памяти, улучшения сна, снижения депрессии и способности, увеличения способности бороться со стрессом. С другой стороны, красные ягоды Годжи содержат в 100 раз больше зиоксантина, чем ягоды черные. Поэтому для повышения остроты зрения и снижения риска старческих заболеваний зрения, необходимо употреблять именно и только красные ягоды Годжи. Есть достаточно большое количество исследований, которые сравнивают содержание полезных веществ в черных и красных ягодах Годжи, но до сих пор нет ни одного исследования, которое бы показывало, каким образом употребление именно черных ягод Годжи влияет на различные заболевания. Поэтому наши идеи о том, что большее количество антиоксидантов в черных ягодах Годжи может быть более полезным для лечения различных болезней, на самом деле является фантазией. А наука не терпит фантазии. Поэтому пока что ждем, пока не появятся новые исследования о черных ягодах Годжи. Я отслеживаю. Если только появится что-то интересненькое, вы сразу же сможете сразу же увидеть. Это у нас на канале. И для того, чтобы не пропустить этот счастливый момент, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Вторым минусом черных ягод Годжи является их дороговизна и редкость. Редкость равна дороговизне. Поэтому, в принципе, если у вас есть возможность, если вы найдете ягоды Годжи черного цвета, то можете добавлять их к красным ягодам Годжи и использовать красно-черные сапоги для достижения всех сразу ваших целей. А если вы не найдете черных ягод Годжи, как не нашел я, так слегка прошвырнувшись по интернету, то не расстраивайтесь. Красные ягоды Годжи очень полезный продукт, который поможет вам быть здоровее. И этот очень полезный продукт, как оказалось, еще и очень доступен людям. Мы переходим с вами к цене вопроса. Нам с вами понятно, что для улучшения зрения необходимо употреблять от 15 до 28 граммов ягод Годжи в день, в течение хотя бы месяца, можно и в течение многих месяцев. А вот что такое 120 миллилитров стандартизированного питка из ягод Годжи, нам совершенно непонятно. Ученые изобрели эту меру не для того, чтобы нас с вами запутать, а для того, чтобы сделать исследование у ягод Годжи, которых появляется все больше и больше. Я говорю не о ягодах, хотя ягод, наверное, тоже появляется больше, а именно об исследованиях. Так вот, 120 миллилитров стандартизированного напитка ягод Годжи равны по количеству 150 граммам свежих ягод Годжи. Сушеные ягоды Годжи содержат не намного меньше полезных веществ, чем ягоды свежие. И для того, чтобы приготовить ваш полезный напиток, просто взбив его в блендере, как вы уже помните, с обезжиренным молоком и при температуре 80 градусов, или даже просто сживав эти ягоды с вашим вкусным чайком, так они тоже дадут вам пользу, вам необходимо знать, сколько именно сушеных ягод эквивалентно 150 граммов ягод свежих. Чтобы это посчитать, мы тоже с вами используем научные исследования, которые показывают, что свежие ягоды Годжи содержат приблизительно 77 процентов воды, а сушеные приблизительно 9 процентов воды. И если мы с вами пересчитаем свежие в сушеные, то узнаем, что 150 граммов свежих ягод Годжи равны 48 граммам сушеных ягод Годжи. Я, честно говоря, приступая к этому видео, думал, что ягоды Годжи из-за их раскрученности стоят каких-то совершенно безумных денег, однако оказалось, что цена вопроса в общем-то совершенно невелика. Если вы покупаете килограмм ягод Годжи, то он обойдется вам приблизительно от 1,7 до 2,2 доллара за 100 граммов. Соответственно, одна дневная доза в 48 граммов, практически 50, обойдется вам приблизительно в среднем в 1 доллар плюс-минус. Поэтому, если вы решите принимать ягоды Годжи, помните, что принимать их следует хотя бы один месяц, лучше несколько месяцев, потом сделать перерывчик на месяц и потом курс можно повторить и один месячный курс будет вам стоить приблизительно около 30 долларов. В принципе, по сравнению с затратами на лекарства, от которых вы теоретически можете избавиться, по сравнению с теми плюсами, которые вы получите, улучши ваш сон, повыси ваше настроение и повыси вашу способность бороться со стрессом, это не так много. И если, друзья, вы уже наежились, ожидая, что я начну втюхивать вам ягоды Годжи, то вы глубоко ошибаетесь, потому что на моем канале я никогда ничего не продаю, кроме своих собственных услуг, моих пошаговых курсов, которые помогут избавиться вам от аллергии, повысить иммунитет, снизить ваш вес или просто продлить вашу молодость и увеличить энергичность с тем, что вы будете питаться правильно. Поэтому я не буду продавать вам ягоды Годжи, я не буду направлять вас к любому продавцу, потому что мой главный интерес это ваше здоровье и мое собственное здоровье и все те рекомендации, которые я даю вам в моих видео, я прежде всего пробую на себе. И об этих рекомендациях вы можете узнать из видео у меня на канале, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые и поройтесь в тех восьми десятках видео, которые я уже снял, есть очень много интересного. У меня также есть много статей, я не все успеваю перекладывать в видео, в которых я рассказываю о других полезностях и прочесть эти статьи вы можете либо у меня на сайте, либо подписывайтесь лучше на мой телеграм-канал, где я даю аннотации и ссылки на все мои новые статьи и на все мои новые видео. А вас я благодарю за интерес и внимание, еще раз благодарю нашего спонсора Владимира из Москвы, который пожелал остаться полуинкогнито. Желаю вам счастья и здоровья. Спасибо. С вами был ваш Макс Погорелый. Программа Обман веществ, в которой мы вместе с вами развеиваем мифы и фейки о питании. Спасибо и до скорых новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова